Сегодня в ролике я покажу вам, как быстро наформить опыт в новом режиме с Сантой, потому что сам я уже наформил себе очень высокий уровень в этом режиме и придумал парочку своих тактик, которые помогут вам легко формить опыт в этом режиме и получить новые вот эти вот рамочки на свой аккаунт. Всё очень просто, поэтому, ребята, усаживайтесь поудобнее, берите с собой что-нибудь вкусненькое. Приятного просмотра, приятного аппетита, сейчас я вам всё расскажу. Погнали к ролику. Ну и перед тем, как мы приступим к ролику, я хочу напомнить, что вот сегодня в видосе я разыгрываю целых 5 батл пассов, то есть 5 доступов к батл пассам, 5 подписчикам я куплю батл пассик. Всё, что вам нужно сделать, чтобы получить батл пасс, это всего лишь подписаться на канал с колокольчиком, братачик, прямо сейчас оформляй кнопочку подписки, если она у тебя красная, делай её серый, ставь колокольчик, потом пиши в комментариях свой айдишник от Стандоффа, либо от ВК, и пиши просто свой комментарий. Также поставь лайк, давайте соберём под роликом, ребятки, 10 тысяч лайков, ну и потом я опубликую итоги в своём телеграме и покажу, как я 5 подписчикам покупаю батл пасс, поэтому можешь подписаться и на телеграм, чтобы не пропустить итоги, а они будут через несколько часов после публикации ролика. Всё, погнали, ребята, к видосику, сейчас покажу вам, как фармить опыт и больше не буду задерживать со вступлением. Так, ребята, как вы можете заметить, у меня уже есть новая рамочка, которая даётся за, получается, 20 уровень, но этот 20 уровень я наформил буквально, как будто поиграв часика 2, то есть я сегодня в видосе покажу, как вам быстро наформить опыт, чтобы быстрее получать скинчики из вот этой вот, получается, линейки скинов. Как видите, скоро я дойду до дигла Хантера, который, кстати, довольно-таки красивый, хоть это и рамочка, но дигл довольно красивый. Также скоро дойду до вот этой вот рамочки, которая даётся за 35 уровень, но на самом деле я больше всего хочу уже наконец-то дойти до какой-нибудь хотя бы серебряной, либо золотой рамочки, потому что то, как выглядят золотые рамочки в стендоффе и вообще, как выглядят рамочки в стендоффе, это очень круто. Ну а я сейчас запускаюсь в новый режим и покажу вам, как же вообще получается у нас фармить опыт в новом режиме. Режим, если что, называется Безумный Санта, вы можете запускаться вообще на любую карту, если вы хотите пофармиться, запускайтесь в Безумного Санту. Почему? Сейчас объясню. На самом деле всё очень просто и режим довольно интересный и простой вообще для понимания. Я думаю, многие из вас легко смогут фармить в этом режиме опыт, ну, единственное, что от вас, собственно говоря, требуется. Это просто ваше желание пофармить опыт и поиграть в этот режим. То есть тебе нужно просто запускаться и, грубо говоря, играть в этот режим. Сейчас я вам покажу ещё небольшие свои тактики, которые я уже выработал, пока вот играл. Вообще, ребят, в чём суть режима? Кто вот ещё не играл, кто ещё не знает? Суть режима проста. Тебе, получается, нужно захватить колпак и тогда ты будешь у нас, получается, с Сантой. Так, колпак заспавнился, получается, на базе. Так что мы сейчас должны первыми самыми прийти на базу. Но нет, к сожалению, первыми на базу мы не пришли, поэтому первым Сантой я не буду. Хорошо. Но это ничего страшного, это означает, что сейчас надо просто убивать Санту. Как видите, за дамаг Санты тоже дают очки. Ой-ёй-ёй, я подпрыгнул и не забрал колпак. А это самая вот ошибочная вещь, нужно всегда забирать колпак, чтобы быть Сантой. Но ничего страшного, даже если ты просто коцаешь Санту, опять же, тебе уже дают опыт. Так что сейчас я буду его коцать. Так, где у нас Санта-то? Куда-то он прячется. А, ну он здесь стоит, вот. Просто сейчас будем коцать Санту. Ребят, самое главное, стать в этом режиме Сантой. Это сделать не так сложно, главное просто чуть-чуть попотеть. Но я обычно прям за каждую катку в стенд-оффе раз, раза два остановлюсь Сантой. Иногда может там, иногда бывает такое, что один раз за катку Санта. Вот так вот просто дамажишь его. Смотрите, всё, он почти сдох. Сейчас буду на него, короче, забрать колпак. Блин, вот нет, человек стоит, это скорее всего его друг. Скорее всего это, короче, его кореш, который у него просто, ну, с ним запустился и забрал его, получается, колпак. И стал Сантой. Ну ладно, ничего страшного. Я уже даже какое-то количество опыта получил. А, да, это его друг, смотрите. Он стоит рядом и забирает у него колпак. И тот его не трогает. Вы тоже можете так запускаться с другом, если у вас есть друг. И тогда вам будет намного проще становиться Сантой. Вот это тоже, кстати, имбовая позиция. Отсюда очень сложно выкурить вообще Санту. Блин, что-то я не, что-то у меня не получается стать Сантой. Надо, надо ещё раз, значит, сейчас. Хорошо, окей. Погнали. Видите, это его друг, скорее всего. Олег Рик. Окей, ладно. Давайте его просто снежками тогда закидывать будем. Раз он там сидит. Ну да, 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 он сидит там, просто засел. Всё, окей. Просто ждём, когда сейчас Санта у нас, получается, почти сдохнет. И забираем колпак. Можем даже сейчас... Вот сейчас вот уже нужно идти забирать колпак. Иначе не успеем. Всё, я Санта. Найс, всё отлично. И теперь просто сидим вот здесь вот, в этой позиции. Просто сидим вот так вот, ребят. И просто зажимаем в эту точку. И сюда никто не пройдёт. А если пройдёт, мы его сразу, получается, убиваем. И таким тэпом мы просидим всю катку. Если что, когда ты играешь за Санту, тебе уже капают очки. То есть тебе не обязательно, как бы, делать киллы. Ты можешь просто бегать, прятаться от противников. И фармить, получается, опыт. Просто вот так вот сидишь. Они, конечно, на снежки кидают, ну, басики. Но можно их вот так выйти, поубивать. Вот так вот, чисто поубивали их. И обратно сидим, зажимаем. Найс. Мы уже, получается, нафармили где-то 500 опыта. Хотя прошло буквально вот пару минут этого режима. То есть режим вообще идеально создан, чтобы фармить опыт. И, по сути, это всё легально, потому что ты просто играешь за Санту в новом режиме. Можете вообще не высовываться, в принципе. Просто сидеть вот так вот до конца катки. Просто вот так сидеть. Э, другалёк. Что-то вот он прям много дамажит. Меня только бесят снежки. Вот снежки меня бесят, потому что они тебе экран трясут. Блин, я почти второй раз стал Сантой. Ладно. Я сдох, но это ничего страшного, потому что я уже много нафармил. Сейчас просто могу ещё коцать Санту и ещё за это получать побольше опыта. Потому что за дамаг по Санте тоже даётся опыт, ребят. Если что, Санту тоже нужно, получается, застреливать. Можете вот сюда уходить, на респу. Это тоже тактика такая. Многие именно с респы, получается, играют за Санту. Тоже хорошая тактика. Но мне больше нравится в ребрах сидеть, потому что Санте там очень тяжело что-то делать. Ну ладно, это не очень удачная катка, ребят, потому что я всего лишь один раз был Сантой. Обычно я там, ну, иногда даже по два раза бываю Сантой за целую катку. Главное просто тоже чуть-чуть потеть. Ну ничего, сейчас, сейчас добьём его. Он, кстати, кстати, он второй раз подряд Санты. Уже за эту катку, видите? У него тоже своя тактика, он с другом. Кстати, почему-то ещё один колпак появился. А, у нас два Санты почему-то. Лол. Лол, почему-то два Санты на карте. А такое вообще бывает? Погоди, а почему две Санты на карте? Тут же должен быть один Санта. Что, лол? Это баг какой-то, у нас два Санты на карте. У нас два Санты! Что, лол? Такое что-ли бывает? Я даже не знал, что такое бывает, это забагалось. Ну ладно, ничего страшного. Смотрите, два Санты. Такого не должно быть. Два Санты. Что за баг? Так, смотрите, 400 очков я, получается, нафармил за первую катку. И это у нас, получается, целых 800 опыта. Это очень много, потому что катка идёт всего лишь 5 минут. И вы представьте, сколько каток можно отыграть за час. И сколько опыта можно нафармить за час. А ещё, ребят, в данный момент на канале 849887 подписчиков. Всем огромное спасибо, кто подписывается. Будет очень крутой новогодний подарок от вас, если вы прямо сейчас подпишетесь на мой канал. Ведь я иду к миллиону подписчиков, осталось не так много. Поэтому прямо сейчас подпишись, братанчик. Ну а мы погнали дальше к ролику. Ладно, давай сейчас попробуем ещё одну карточку сыграть. Ну попробуем на другой карте Winter Outside. Она тоже очень крутая. Но я так скажу, что там больше скилла нужно на этой карте, чтобы и Сантой стать, чтобы и за Санту подольше пожить. Поэтому, если вы прям, ну, не особо круто играете, можете играть на Snow Yards. На Snow Yards там немножко попроще за Санту именно прятаться в ребрах. Просто сидишь и всё. И ты уже, считай, выживаешь, так сказать. И легко формишь опыт. Ладно, сейчас запустимся на Winter Outside. Это получается тренинг Outside изменённый. И надеюсь, что я стану Сантой. Ну, даже если не стану, ничего страшного, ребят. Если вы не Санта, то просто дамажьте Санту. Как-то прячьтесь. Капец, ребята, я запустился случайно опять на эту же карту. Но ничего страшного. Уже заспавнился Санта. Сейчас пойдём его коцать. Блин, не успел, не успел покоцать. 16 хп только снёс. Санту тоже, ребят, очень важно коцать. Очень важно не прятаться просто, а коцать Санту. Потому что так ты и быстрее его убьёшь. Так ты и опыт за это получишь. Прям с Дигла сейчас постараюсь. Блин, вообще не получилось на коцать. Вот это уже какая-то неудачная пока что. Каточка как будто. Санта скилловой попался. Ну всё, его сейчас зажмут, скорее всего. Я думаю, его сейчас зажмут. Опа! Всё просто забираем. И бежим, получается, в нашу нычку. Просто забрал колпак, ребят. Вот так вот, на изи. И просто сейчас мы уже крысим тут в ребрах. Потому что эта тактика очень имбовая на самом деле. Просто вот тут вот сидишь. И формишь опыт. Реально просто вот вот формишь. Кстати, я очень быстро с Сантой стал в этой катке. Ну моя тактика работает на самом деле. Просто ждёшь, когда у него немножко хп остаётся. И в этот момент выбегаешь забирать колпак. Чтобы поформить опыт. Ну тут вообще ничего сложного, ребят. Просто сидишь в ребрах, формишь опыт. Сейчас меня могут, кстати, убить. Ну хотя у меня ещё 2600 хп. Я хочу попробовать за эту катку наформить побольше опыта, чем за прошлую. Санта прям имбовая в этом режиме. Ой-ёй-ёй. Найс. Найс. И вот так вот просто форми. И никто даже не может у меня забрать Санту. Потому что Санта это я. Я Дед Мороз. Реальный папочка. Смотрите, я уже 500 опыта, кстати, нафармил. Вот за сколько? За 2 минуты карты вообще. За 2 минуты игры уже 500 опыта. Это ж когда так можно было быстро фармить опыт? Просто 2 минуты матча уже 500 опыта. И тут особо ты даже не напрягаешься на самом деле. Просто вот зажимаешь точку. Главное сейчас подольше попробовать пожить. Ай-яй-яй. Всё, я сдох, я сдох. Меня зажали. Да, скорее всего сдох. А, нет. Смотрите, 60 хп. 60 хп осталось. Лол, ну ладно, ещё побуду немножко Сантой. Всё, меня убили. Но это... Это логично, ребят, что рано или поздно тебя всё равно убьют. Даже если долго сидишь. Смотрите, ну этот Санта прям тоже, тоже сразу в ребра ушёл. А, нет, он убасик. Ему надо было в ребрах сидеть. А то его сейчас быстро убьют, мне кажется, этого Санту. Потому что он вылазит оттуда слишком часто. А, нет, смотрите, опять в ребрах пошёл. Давайте ему снежки туда кидать. Снежками, ребят, тоже можете Санту коцать. Это очень сильно их отвлекает. Считайте, у него весь экран белый. Можете этим пользоваться. Оп, куда побежал, куда побежал, другалёк. Блин, он именно меня убил. Но у него сейчас хп очень мало. И, скорее всего, его убьют. Да, всё. У него забрали его колпак. Я мог тоже, кстати, сейчас забрать его колпак. Я чуть-чуть тупанул. Надо было спрятаться, дождаться, когда его убьют. Ой, я сам себя накоцал. Погнали, погнали. Коцаем Санту по чуть-чуть. Потому что осталась минута матча. Ну, я, кстати, уже нормально поформил за эту катку. 800 опыта. Может, добьём до 1000, если сейчас Санту накоцаем. Хорошенько. Но тут Санта уже вот получше. Скилловый чуть-чуть. Да, Санта тут уже скилловый. Он потому что прячется в ребрах. Я уже тут его вряд ли выбью оттуда. Потому что он просто туда засел плотно. Но это тактика, ребят. Вы тоже так можете делать. Никто же не запрещает. О, я его убил. Что? Лол, я его убить ещё умудрился напоследок. Ну ладно, значит, я сейчас ещё Сантой побуду 30 секунд. Сколько осталось? Видите, второй раз за катку стал Сантой. Обалдеть. Давайте даже посмотрим, сколько я получу по итогу за сегодняшний матч. Вот этот второй. Я думаю, прям много, кстати, вот. За второй матч побольше я получу, чем за прошлый. Он такой более удачный. Всё, найс. Закончилась катка. 80 килов, кстати, сделал. Очень хороший результат. Такие катки примерно и должны быть, если вы хотите много фармить. И вот, плюс ещё 1000. Буквально 5 минут игры, 1000 опыта. То есть, 10 минут это 2000 опыта. И смотрите, я уже почти апнул 25 ранг. То есть, я реально играл её не так много. Парочку часиков. Я уже апнул себе 25 ранг в этом режиме. Ребят, я считаю этот режим очень крутой. Ладно, ребят, пока есть новогодний режим в стенд-оффе. Я рекомендую вам побольше пофармить опыта. Пофармить рамочки вот эти. Потому что они выглядят очень круто. Но на этом ролик подходит к концу. Надеюсь, вы узнали за видосик что-то новое. Тыкайте на ролик, который появился у вас на экране. Огромное вам спасибо за просмотр. Всем пока-пока-пока. До новых волнующих встреч.